Кого только не встретишь на Михайловской земле, ученые, инженеры, общественные деятели с удовольствием поселяются в глубинке и получают самое настоящее удовольствие от общения с землей. С Виктором Михайловичем Фадюковым нас познакомил иерей Александр Звягин, настоятель преображенского храма села Грязное. Именно в этом селе наш герой живет в райском саду, живет и творит свои шедевры садоводческого искусства. У меня Наталья. Очень приятно. И мне очень приятно. Это мама моя Людмила. Да, тоже очень приятно. А вы сами родом отсюда? Ну, можно сказать, Крепяковский район, Рязанец, но... Райский сад – крестьянское фермерское хозяйство. Датой его организации можно считать 19 мая 1976 года, когда Виктор Михайлович Фадюков вместе с женой впервые взяли лопату и расковыряли три сотки целинной тяжело-суглинистой земли, к тому же уже высохшей, в 13 километрах от московского Кремля. В голову как пришла? Да, случайно. Я занимался стыковкой космических кораблей. Ну, а так получилось, что с космической орбиты я упал в центр навозной кучи, возле которой обрел счастье садовода. Ну, так бывает в жизни. Земля придает бодрость и силу Виктору Михайловичу. Ему сегодня 80 лет, через месяц исполнится 81. Ну, а его маме исполнится 107 лет. Я все время работал в темноте. Вот. И на работе, и дома. Там фотографии, дома фотографии, дети, понимаете? Вот. Надо маленькие. Вот. Ну, у меня получилось так, что все, что я делал, мне самому не нравилось. Надо было изучать еще более точно. Вот. Уже пройти, как говорится, курсы повышения фотографии. Пошел я, новатор. Это блестящий был такой клуб в Москве. Опять попал в темноту. Опять же, вот смотришь, с вами. И вот пришла у меня еще одна мысль. У тебя вся моя жизнь пройдет по теме. Вот. И вот она. Это изменило весь мой. Вот. Думаю, как это мне из тьмы-то выбраться. При помощи лопаты. Лучше всего. Вот. Пошел 13 километров от Кремля. Раскопал три сотки земли. Вот. И пошло-поехало. От Кремля? Да. Ну, станция Чертанова. Вот. Она на 13 километре от Павелецкого вокзала. Вот. Это было в 76-м году. Вот. То есть я уже вот скоро полвека занимаюсь этим делом. В следующей весне Виктор Михайлович проснулся уже со знаниями главного агронома и мировой коллекции самой щедрой на ту пору гладиолусов. В те годы еще можно было среди населения работать на доверие. Он высылал клубни-луковицы гладиолусов по всему Советскому Союзу. Их осматривали и только после этого оплачивали. А-а-а! Гладиолусов. Гладиолусов, да. Ну, это надо на улице. А чем же вы их так вот любите? За что? Ой, вы знаете, вообще, когда меня смущали перейти на Черную Смородину, вот, я все думал, боже мой, что ж там интересно в Черной Смородине, как можно жить при помощи Черной Смородины. Вот, здесь, смотрите, громадное количество этих самых расцветок, окрасок, то есть только лишь основных 10. А сколько еще вот сочетаний, гофрированные, не гофрированные, по ширине цветка. То есть есть гигантские, есть средние цветковые, а есть миниатюрные. То есть здесь, вон, пожалуйста, громаднейшая палитра, вот, здесь еще только лишь нет. С тех пор, чем он только не занимался, вместе с гладиолусами выращивал коллекции тюльпанов и пионов, ирисов и картофели, черной смородины и помидоров. Все было в громадных размерах. Черной смородины одновременно выращивал 150 сортов. Картофеля было столько же сортов, сколько в Институте картофельного хозяйства. И одной картофелиной мог в первый же год засадить целую сотку, о чем и печатал в журнале «Картофели овощи». Первые годы Виктор Михайлович выращивал свои коллекции на половине дюжины подпольных огородов, каждый раз превращая их с помощью подножных средств в чернозема. Затем он решил найти место под будущий райский сад. Безошибочно выбрал первую садовую культуру и также безошибочно выбрал и место для будущего райского сада. Вот прекрасный сорт, самый ранний землиник. Вот, видите, как она у меня глядит. Это вы просто уже случайным образом. Опа, что должно делать-то? Вот она есть. Нет, это уже отец. Сняли, наверное. Сашка Слопа. Сашка Слопа, точно. Да. Вот. Потому что я как раз оставил ее. Ой, да. Это самый ранний сорт. Самый ранний и самый сильный, то есть наиболее морозостойкий. Называется Альба. В настоящее время в коллекции Виктора Фадюкова собраны самые совершенные сорта всех основных плодово-ягодных культур. Пройдемся и мы по райскому саду. Вот ремонтанная малина московского доктора науки Чины. Она за один сезон успевает сделать все, взойти и превратиться в удивительное по красоте растение. Наградить нас чудесным урожаем и подготовиться к будущему сезону. Развиваясь по иным законам в другие сроки, чем обычная двухлетняя малина, она обманывает многих вредителей и многие болезни, сохраняя прекрасное здоровье до последнего дня, скашивание, сбревание до уровня почвы. Потому посетители международных выставок в августе, сентябре, октябре, когда никакой малины в природе и быть не должно, редко с налета принимают эту ягоду за малину. Искушенные садоводы получают более крупные ягоды до 10 килограммов. У волшебной малины и названия сказочные, недосягаемые, калашник, райское наслаждение. Это хороший урожай. Это как в Шарпанде примерно урожай, там 2-2,5 килограмма с квадратного метра. Вот. Ну, вышел и забыл про него. У меня тогда много было заказчиков. Вот. А через 15 лет узнаю, что он получает на этом сорте не 2 килограмма, а 10. Ух ты. Да. И мечтает о 15. Вот. Те сорта, которые я ему вышел, крупноплодные, он показывает на женской ручке, понимаете, вот полурутия, одна ягода. Сказал название. Это очень сложно, вот, найти нормальное название. Вот. Вот я искал, искал. Она была чемпионкой все время. Вот. А потом читаю в московском комсомольце очерк Огурченко. Вот. И среди слов там написано было «недосягаемое». Понимаете? Вот. Среди характеристик. И вот я решил, что вот как раз этот сорт подойдет к этому. Название подойдет к этому сорта. Вот. Ну вот. И главное, без химии. Вот в чем дело-то. Вот. У него в основном это естественное питание, органическое. Это в основном у него навозец небольшим слоем и опиути. Дело было и вечером, и это была уже четвертая съемка в субботний день. Поэтому мы попрощались с Виктором Михайловичем до следующих встреч. Надеемся, что скоро она произойдет. Вот. Суб. Его ученика, можно сказать, Коваленко. Это замечательный садовод белорусский. Вот. Он много сортов. Вот я вам показывал Антей. Вот. Потом я показывал маленькую, не сказал, как называется. Ну, так, что дочка Антея Надежда. Вот. А это, значит, вот, значит, ну, после 8 лет назвали память Коваленко. А другой сорт, он при жизни назвал красный и сладкий. Все говорит. Что он и красный, и сладкий, понимаете. Ну, правда, не говорит, что он очень раненый, понимаете. То есть, ну, оно длительное такого срока. Его можно и в июле, в конце июля, и весь август, и весь сентябрь. А если не упадут яблоки, то можно даже в октябре, понимаете. Вот, изумительное слово. Коваленковское называется.